в этом видео я покажу как заполнять грин карту вот это официальный веб-сайт и обратите внимание что адрес должен быть именно вот такой что dv lottery.state.gov government то есть это правительственный сайт если после точки будет организация или ком коммерческий это вы не на том не в том месте там скорее всего запросят деньги заполнение грин карты бесплатное что обратите внимание что обязательно должен быть у вас правильный адрес значит следующее вот как должна выглядеть страница здесь есть инструкции если сюда кликнуть если вы хотите почитать внизу вот здесь есть различные языки если его так сделать и scroll down вот здесь есть русский язык сюда кликните и у вас откроется информация pdf файли вы можете подробно прочитать все инструкции там около 20 страниц вот здесь требования для фотографии и вот здесь бегем кемчей это чтобы начать заполнение грин карты так я кликаю на беге не значит здесь меня запрашивают вести вот эти буквы или цифры моем случае цифры и вы кликните на submit и вот теперь я нахожусь на первой страничке первая часть part one здесь я начинаю заполнение значит вначале меня спрашивают ввести фамилию и если у вас уже есть загран паспорт убедитесь что вы ведете именно те буквы которые стоят загран паспорта чтобы они не отличались допустим здесь спрашивают имя иван где спрашивают middle name это типа может быть по нашему как отчество но это не обязательно можно сделать такую птичку что нету отчество или введите отчество если она у вас там есть загран паспорт и его дальше номер два идет gender то есть нужно выбрать это это мужской или женский род здесь есть картинки так что трудно ошибиться в моем случае например это был мужчина теперь третье идет дата рождения выбираете дату первое например месяц января и не ставите год следующая номер четыре идет город в котором вы были рождены значит ну я например напишу бишкек номер пять страна которые были рождены в моем случае это был допустим киргизстан я просто нажал на кей вот меня привели здесь казахстану теперь я просто иду дальше смотрю пока не появится киргизстан вот у меня значит вы будете объясню что некоторые страны они не входят например не разрешается оттуда принимать заявки на грин карту я не помню точно какие страны сейчас в ограничении когда я заполнял это был там вьетнам северная корея то есть россия в какое-то время не могла заполнять сейчас по моему россия может заполнять не уверен насчет остальных стран но значит если страна в которой вы родились не может заполнять карту тогда вы можете указать страну в которую вы например проживаете на данный момент то есть вот здесь например стоит да что страна в которой я родился именно с нее я и заполняю запрашиваю грин карту если я сделаю но вот здесь нужно будет выбрать страну например просто в качестве примера например я был рожден во вьетнаме я если оставлю ес и вьетнам не проходит по грин карте тогда значит моя аппликация не будет рассмотрена но если я был рожден во вьетнаме вот здесь у меня например вьетнам но страна с которой я сейчас проживаю которая ходит в грин карту скажем там киргизия или россия тогда я ставлю но для вьетнама выбираю страну с которой я претендую на грин карту то есть в моем случае киргизстан он проходит россия сейчас тоже проходит номер семь это идет фотография здесь значит я советую просто пойти какой-то цифровой салон где они уже знают все требования для green card и они вам сделать фотографию на белом фоне там правильные обрежут вам правильную рамку и так далее но опять же не гарантированного например в случае как я учат заполняют для одного человека заполнял то его фотография размер фотографии был немножко больше то есть здесь максимум должно быть 240 килобайтов я не говорю про размер длины и ширины я говорю про без фотографии есть максимум 240 мегабайтов я знаю что сейчас фотография которая у меня на диск стопе а вот это которую я буду исполнить использовать она немножко больше например чтобы проверить ее вот я сейчас навел показывает мне размер двести пятьдесят семь вот так можно проверить правый клик мыши идете внизу пропитись и она показа 257 я точно знаю что она не пройдет потому что должна быть 240 как ее поменять и сейчас покажу самый простой способ раньше использовал photoshop но теперь я открыл для себя что в принципе это не обязательно значит опять что вы делаете вы делаете правый клик мышью идете от копын вы открыть с и просто выбирать эту простую программу пинет она должна быть в любом компьютере уже установлены вот здесь вы идете такая опция риса из поменять размер значит нам не нужно проценты нам нужно пиксели вы кликайте вот здесь вот на пиксели и значит сейчас мне пока что размер у меня идет 1180 на 1180 я знаю что он чуть-чуть больше потому что он чуть-чуть был больше 240 поэтому я так на скидочку сделал например тысячи сделаю ok и сохраню вот этот значок сохранить теперь я ее закрою и проверю что у меня получилось значит опять я делаю правый клик теперь она у меня 230 довольно близко 240 главное что она меньше если будет 100 150 кто скорее всего фотография будет некачественную поэтому поменяйте пиксели немножко больше можете поиграть с этим чтобы добиться оптимально близко до 240 230 вполне нормально ну вернемся нашей страничке значит вот здесь мне нужно прикрепить фотографию нажимаем на брауз и находим фотографию тут у меня значит здесь стал мой рабочий стол и здесь сейчас найду эту фотографию вот она на ней кликнул открыть все вот здесь появился адрес откуда они будут загружать фотографию идем дальше номер 8 mail им адрес то есть это адрес куда они будут посылать пакет документов в случае если вы выиграете это не обязательно адрес где вы проживаете если например там где вы проживаете почта работает плохо или вообще не работает или какие-то проблемы я бы указал тот адрес где почта приходит стопудово чтобы не пропустили этого вот здесь значит 8 и не обязательно они пишут просто здесь кто знаком этот дом кто там заботится об этом доме это неважно идете сразу в линия 1 вот здесь пишите номер улицы там например вернее номер дома 12 и номер улицы я не знаю любая там скажем московская я сейчас придумываю я покажу московская вот здесь линия 2 опять же не нужно потому что достаточно одного адреса значит 8 д идет город скажем бешкек и опять сделаем значит и здесь 8 и идет район значит сюда можно ввести область район такое вот ну скажем нет не знаю бешкек и вот здесь идет зип-код или индекс по по русски 7200 44 насколько я помню сколько там жил и выбираем страну это то куда придет значить почта в случае если я выберу киргизстан теперь значит выберите страну в которой вы живете сейчас ну например россия да так россия раша телефонный номер не обязательно имел адрес обязательно потому что почему обязательно сейчас вспомню сейчас и давайте что-нибудь виду там не знаю виктор например и внизу нужно будет 11b нужно будет подтвердить чтобы точно такой адресу дважды одинаковый адрес вводите теперь идем дальше важный пункт номер 12 значите вы проверяете вы должны ввести образование значит я скажу что например high school в американских понятиях это 12 лет образования то есть нашем случае если за вы закончили среднюю школу и какой-то двухгодичный техникум или училище это как раз наверно будет равняться high school может быть vacation school тоже к этому от нас то есть выберите ваш уровень образования но не ставьте не я опять же не проверял требованиям на тот момент когда я заполнял нельзя было чтобы было ниже чем high school поэтому допустим я отмечу что у меня есть high school у меня я получил там я закончил ее есть у меня диплом если у вас выше чем 12 лет то выберите вот здесь уже университет и так далее если у вас есть мастер дигри или доктора то есть максимальный уровень образования который вы достигли на сегодняшний день номер 13 значит тут нужно выбрать либо вы женаты замужем номер два вы женаты и ваш спутник жизни не является гражданином соединенных штатов и вот этот статус love of permanent resident это значит у него есть грин карта значит номер третий вы женаты и ваш спутник жизни является гражданином сша или у него есть грин карта потом разведенный деворс увидев это значит вдова вдовец и выголосы пройди то есть вы живете раздельно но не разведены то есть значит если вы выберете мэрит вам нужно будет потом вводить информацию на супруга тоже допустим я выберу что мэрит женатый и никто у меня в америке не живет теперь 14 количество детей а здесь значит нужно будет рассматривать детей которые до 21 года потому что в случае если вы выиграете грин карту те дети которым до 21 года они автоматом с вами переедут если же вашему ребенку больше чем 21 то он рассматривается уже самостоятельным и на него грин карту уже не будет поэтому дети до 21 здесь должны ввести причем если вы поставите 1 2 3 5 сколько детей у вас до 21 года то потом на каждого нужно будет ввести опять же то же самое информацию фамилия имя дату рождения фотографию и так далее наверное сейчас важно сказать что допустим если вы женаты и вы заполняете грин карту на себя то потом точно так же нужно будет заполнить на супруга то есть начать новую аппликацию и тогда у вас шансы возрастают вдвое потому что каждый может выбрать но в этом случае сейчас например напишу что нету детей мы закончили часть первую вот здесь есть внизу continue значит продолжить или отменить если вы решили что сейчас у вас нету времени закончить заполнение значит я нажимаю continue и мы пришли части второй где теперь я буду заполнять информацию на на супруга значит опять же номер 13 ввожу фамилию иванова например значит имя вводите имя мария вводите отчество если хотите если есть значит 13d дата рождения выбираете дату рождения выбираете год а значит тут автоматом уже отметили что это female то есть это женский род теперь значит город где был рожден супруг или супруга значит страна я не буду фантазировать раз у меня уже пошла киргизия в пример так и оставим киргизию окей фотография теперь фотография супруги опять я нажимаю browse я возьму ту же самую фотографию этого молодого мужчины просто в качестве примера что у меня уже все проходит окей и значит вы нажимаете на посредине continue продолжить тут еще другие опции опять же отменить или пойти назад в первую часть нажму я continue значит а вот здесь появляется вся информация которую я ввел не нужно будет просмотреть ее все ли тут заполнено ничего ли я не пропустил и если что то я ошибся где то значит здесь предупреждают что ни в коем случае не нужно будет использовать клавишу которую мы вот тут вот используем всегда например пойти на предыдущую страничку которую мы смотрели ни в коем случае эту клавишу нельзя использовать они пишут что нужно использовать либо вот пойти назад в часть 1 или пойти назад в часть 2 если вы сравнили значит информация вся проходит все правильно вот здесь нужно будет нажать continue и тогда уже значит это последний финальный шаг где вы получите подтверждение того что все прошло успешно но я хочу сейчас показать допустим вы сделали ошибку что в этом случае произойдет и так например я пойду сейчас первую часть я нажимаю пойти назад просто в качестве примера я покажу что произойдет чтобы вы не пугались допустим я не ввел здесь дополнительный имя адрес подтверждающий имя адрес или допустим пропустил страну какая то ошибка то есть что произойдет в этом случае давайте посмотрим я не ввел имя адрес я нажимаю continue вы получите вот такую красную рамку где говорится что по крайней мере одна информация является ошибочной пожалуйста они пишут значит сделайте scroll down прокрутите вниз и смотрите где именно будет сообщение об ошибке мы уже знаем что это был имя адрес пропущенный и здесь как раз они пишут пожалуйста снова введите имя адрес окей значит я ввожу то что по идее должно было быть и теперь continue значит я уже не получил этот красный месседж значит у меня все в порядке я это покажу на случай если вы что-то допустим пропустили и получаете этот красный месседж чтобы вы не переживали что ничего серьезного не случилось просто нужно поправить и сейчас я хочу сделать следующее я хочу поменять фотографию и кликнуть continue чтобы действительно эта аппликация прошла мы понимаем что этого иванова не существует ну просто я покажу что произойдет когда вы уже все правильно сделали и я хочу изменить сейчас эту фотографию потому что я думаю вы фотографии этого человека в общем сейчас на всякий случай я подстрахую окей значит я нажимаю continue и теперь проверяю все данные смотрю все правильно у меня велось и теперь значит уже нажимаю последний шаг continue и здесь значит вы получаете такую страничку где говорится success успех подтверждающий что все прошло правильно вот здесь значит фамилия имя вот здесь номер подтверждения дата рождения и цифровая подпись значит вот здесь вам нужно отпечатать либо просто сохранить эту страницу для того чтобы потом когда вы будете проверять выиграли вы или нет это можно проверять онлайн в интернете не обязательно ждать пока вам пришли пакет то скорее всего насколько я помню спросят имя фамилию дату рождения и вот этот подтверждающий номер который нужно будет ввести ну вот значит так заполняется грин карта я знаю что она закончится в этом году 3 ноября сегодня 28 октября так что у вас еще есть несколько дней и успехов вам что что но как он в этот мой автор он и а а и он